Это итоги недели в студии Карина Гуревич. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Новое хранилище, дополнительные заправки и внутренний экзамен. В ВУЗах хотят вести испытания по первому профильному предмету, к чему готовятся абитуриентам. Время жестких мер. Президент подписал директиву о недопустимости роста цен. Как сообщить о завышении? Номер телефона 68 00 43. Апгрейд продолжается, а городу выделено дополнительное финансирование из Республиканского дорожного фонда. В план работы включено также Минское кольцо. Что еще в списке? Броня в сражении с вирусом. В Бобруйске продолжается иммунизация против гриппа. В поликлинике номер 3 вы можете привиться в любой день недели. Какую вакцину предлагают? Весть издалека. В Беларуси отмечают День почты. Адресуя слова признательности и благодарности за добросовестный труд. Где можно забрать посылку даже ночью. Энергетическая отрезвость, смертельный шторм и розовая звезда. В Гонконге редкий бриллиант выставят на продажу за 21 миллион долларов. Почему коллекционеры гоняются за минералом? Теперь не на копейку больше. Президент подписал директиву о недопустимости роста цен. Такое решение Александр Лукашенко принял по итогам совещания с экономическим блоком правительства. Увеличение стоимости запрещено с 6 октября. В том числе в результате отмены акции скидок и распродаж. Исключение индивидуальные решения министра или председателя обл. исполкома. С начала года продукты подорожали почти на 13%. И это только на позиции ежедневного спроса. Информация будет собрана со всех магазинов страны. Причем речь идет не только о продовольственных товарах. Для мониторинга создана рабочая группа. В ее составе – Комитет госконтроля, профсоюзы, Белстат, депутаты и сенаторы. В случае выявления фактов скачка цен, КГК во взаимодействии с Генпрокуратурой и правоохранительными органами будут принимать жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел. Хотелось бы обратить внимание также субъектов хозяйственного, что в связи с мониторингом им необходимо обеспечить беспрепятственный доступ рабочим группам и также представление оперативной информации, которая будет необходима. Это сбережет также время и как субъектам, так и нам. В Бобровском городском исполнительном комитете работает прямая телефонная линия. Работает она и в рабочие, и в выходные дни. Номер телефона – 68 00 43. Глава государства поставил задачу вернуться в следующем году к однозначным величинам инфляции не более 7-8%. На прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливой стоимости. Более того, продукция больше не делится на социально значимую и незначимую. Трудится на благо города и людей. На внеочередной сессии Совета депутатов утвержден новый председатель Бобруйского горысполкома. В 2015-м Игорь Кисель назначен заместителем председателя Бобруйского горысполкома, а в 2019-м – первым замом. Курировал вопросы строительного комплекса архитектуры и градостроительства, жилищной политики, коммунального хозяйства, связи, транспорта и коммуникаций. С назначением лично поздравил губернатор Могилевской области. Идея есть, и идеи будут воплощаться в реализацию. И очень многое сделано в городе Бобруйске, но еще предстоит очень многое сделать. Это и строительство новых микроайонов, это и строительство новых дорог, и социальной сферы. То есть работа будет продолжаться. Не обошлось и без благодарности для экс-председателя. Александра Студнева президент назначил мэром Могилева. За время работы он внес огромный вклад в благоустройство города. Под чутким руководством Александра Викторовича открывались новые социальные объекты, возводились многоквартирные дома, создавались рабочие места и строились дороги. Выгодное сотрудничество, экспортное преимущество и военная мощь. В стране стартовала плановая призывная кампания, когда новобранцы пополнят армейский строй. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси возведут хранилище для отходов с атомной электростанции. Открытие намечено через 10 лет. Главный вопрос, где построить такое сооружение, сейчас обсуждается. В ближайшей перспективе создадут организацию, которая будет принимать, хранить и обслуживать вещества с БелАЭС. В стране стартовала плановая призывная кампания. Тысячи парней направляются в военные комиссариаты для определения степени годности для службы в вооруженных силах. Молодые люди проходят медкомиссию и психологическое тестирование. Общаются с представителями воинских частей. Первые новобранцы пополнят армейский строй уже в конце октября. Дорожные службы заблаговременно готовятся к зиме. Идут проверки состояния снегоуборочных машин и пополнение запасов противогололедных смесей. Работы по заготовке реагентов будут завершены к 15 октября. Подготовка и переоборудование спецавтомобилей до 1 ноября. Уже готово 77% техники. В УЗах хотят вести внутренние испытания по первому профильному предмету. Планируется, что полученные баллы будут приводиться в стобальный формат по специальной шкале и суммироваться с результатами двух сертификатов – централизованного экзамена или ЦТ, а также со средним баллом аттестата. В Беларуси планируют строить новые АЗС каждые 40-50 километров. Будут учитывать поток транспорта и интенсивность движения. Повеличиваются и станции для электромобилей. Уже есть 600 АЗС. До конца года появится еще 33, что говорит о больших перспективах в этой сфере. Предупредить симптомы в Беларуси полным ходом идет вакцинация против гриппа. Бесплатно прививают как взрослых, так и детей с 6 месяцев. Российский Гриппол Плюс дает гарантию на защиту от вируса до 90%. А главное – не допускает осложнений – бронхита, пневмонии и менингита. Есть и другой вариант – французский ваксигриптетра. Доступен препарат на платной основе. В поликлинике номер 3 вы можете привиться в любой день недели. Мы работаем как в будни, так и в выходные. Минуя регистратуру, вы сразу можете обращаться в 102 или 103 кабинет. В будние дни с 8 утра до 7 вечера. В субботу с 8 утра до 5 вечера. И в воскресенье с 9 утра и до 2 часов дня. Основные симптомы гриппа – заложенность носа, боль в горле, температура до 39 градусов, тошнота, рвота и снижение аппетита. Прививочная кампания по всей стране проходит, согласно графику, с октября по декабрь. Коллекция марок и стопка конвертов сегодня отмечают Всемирный день почты. 148 лет назад Глобальный союз объединил отделения по всему миру, в том числе и в Беларуси. Сейчас активно развиваются онлайн-услуги. Коммунальные платежи, заказные письма и доставка на дом оплачиваются в два клика. Между тем, не теряет своей актуальности и профессия почтальон. О долгожданной весточке Ольга Васенда. Первые почтовые отделения в городе появились еще в 1924-м. На Березинском форштате, в районе лесокомбината и в Титовке. Если тогда письма приходили два раза в неделю, то сегодня ежедневно. Бобруйский региональный узел почтовой связи – одно из ключевых звеньев в области. Услуги постоянно совершенствуются, но принципы работы прежние. Сохранность отправлений, конфиденциальность переписки и экономия времени. Таких правил здесь придерживаются 670 человек. У меня стаж работы 24 года в этой отрасли. И, естественно, я вижу, что почта шагает в ногу со временем. Национальная почтовая электронная система, та же сейчас новая услуга приема почтовых отправлений, оформленных через интернет-портал Руббелпочты, где человек, сидя дома на диване, может оформить все документы для приема почтового отправления и также распечатать адресный ярлык. Для юридических лиц существует бизнес-почта. Здесь специалисты ежедневно обрабатывают порядка 3000 отправлений. Расширяется и спектр высокотехнологичных услуг. Например, бумажную авансовую книжку вытесняет электронный лицевой счет, а заказное письмо отправляется в два клика. У нас заключены договора с 1406 организациями. В среднем в день у нас приходит где-то 50-60 организаций мы обслуживаем. У нас есть услуга почтовый курьер, который может воспользоваться не только юрлица, но и физлица. То есть курьер приезжает, забирает почтовые отправления, привозит нам для обработки. Доставка почтовых отправлений работает в городе и пяти районах – Бобруйском, Глузском, Кировском, Кличевском и Осиповичском. Выезд в 5.40 утра – все под присмотром контролера. За день отрабатывают 38 маршрутов. И автопарк здесь немаленький – почти полсотни машин. Средний пробег по Бобруйску и Бобруйскому району составляет порядка 3400 километров. Это весь пробег для того, чтобы доставить почтовое отправление, вовремя привезти корреспонденцию, обеспечить все наши социальные стандарты по доставке почты. Стопка конвертов, коллекция марок, удобные коробки, поздравительные открытки и даже лотерейные билеты. Почта – это не только посылки и письма. Коммунальные платежи, выплата пенсии, пособий и компенсаций, в том числе на дому. Сотрудник принимает платежи с помощью мобильного устройства. Маршрут почтальона всегда один. За день он проходит до 20 километров. Меняется лишь нагрузка, количество писем, оповещений, газет и журналов. Вес сумки с корреспонденцией довольно внушительный. Доходит до 7 килограммов. Ежегодно 9 октября работники Бобруйского регионального узла почтовой связи отмечают свой профессиональный праздник вместе с клиентами. Настольная викторина скрашивает время ожидания. За правильные ответы – памятные сувениры. Рассказывают о новинках и преимуществах Белпочты. В топе услуг, отправления и получения посылок. У меня дочка за границей, поэтому ей посылаю посылки, бандероли. То есть пользуюсь вот этими международными отправлениями почтовыми. Ну и тут по Белоруссии тоже пересылаю. Также еще хочу про почтальонов сказать, что тоже и посещение на дому. И приходят, и предлагают услуги. И как бы я довольна своим отделением. Обслуживание хорошее, очень даже, я бы сказала. То есть доставка приходит быстро, буквально там 2-3 дня. На почту я прихожу 2 раза в неделю, отправляю посылки. Это моя вторая дополнительная работа. Ну и, естественно, оплачиваю коммунальные услуги. История же самой Белпочты началась еще 75 лет назад. За это время компания разрослась до 3000 объектов. Существует электронная площадка и интернет-магазин, где больше 15 тысяч товаров. Не только открытки, газеты и журналы. Есть все – от техники до одежды. Но о своей главной задаче специалисты помнят всегда – доставлять письма и бандероли нужному адресату и в кратчайшие сроки. Всему коллективу, а также ветеранам, адресуя слова признательности и благодарности за добросовестный труд, преданность почтовому делу. Пусть у каждого в жизни будет больше поводов для улыбок и хорошего настроения. Объединило отделение почты практически по всему миру глобальная организация, которая была создана 148 лет назад. Белорусы активно пользуются услугами международных отправлений, обмениваются письмами, посылками, собирают уникальные коллекции открыток, общаются и знакомятся с традициями других стран. Ведь даже в 21 веке по-прежнему приятно получить написанное от руки послание. Ольга Васенда, Максим Галеонко. Итоги недели. По комфортному пути. Городу выделено доп. финансирование из Республиканского дорожного фонда. Это связано с тем, что ряд регионов затянули с ремонтом магистралей и потеряли возможность освоить целевые деньги. Речь идет о Шкловском и Кричевском районах. Средства перераспределили в Могилев, Белыниче, Дрибин и Бобруйск. В связи с получением дополнительных объемов денежных средств увеличены объемы работ по улице Минской и по улице Урицкого. То есть, если вы заметили, по улице Минской мы сначала сделали работы до Кошкомбината. Сейчас в план работы включено также Минское кольцо. На Урицкого деньги планируют пустить на апгрейд тротуаров. В 2022-м в Бобруйске проведена колоссальная работа по ремонту улично-дорожной сети. Уже сделано более 220 тысяч квадратов, что на порядок больше, чем за весь прошлый год. В Могилевской области должно быть обновлено 760 тысяч квадратных метров. Из них 75 тысяч капитально. Место силы и надежд. 15 тысяч человек посетили стену плача в Бобруйском еврейском дворике и оставили записки с самыми сокровенными желаниями. Ведь далеко не у каждого есть возможность совершить паломничество в землю обетованную. Все послания доставлены в Иерусалим. Об этом позаботился раввин Шауль Хабаба. О пути к главной святыне иудаизма Татьяна Горбач. История, воплощенная в архитектуре. Еврейский дворик на Чангарской – знаковое место для каждого бобручанина и обязательный пункт туристического маршрута. Торжественно его открыли в 2019-м. Внутри пешеходные дорожки, ухоженные клумбы и уютная беседка. Но не все знают, что здесь есть стена плача, куда верующие вкладывают свои послания Богу. Спрос очень большой. В течение дня можно увидеть, что люди приходят и приходят и приходят. Кто просто поблагодарит Богу, кто у кого какие-то проблемы, вопросы, обращается. И мы стараемся вот ежедневно убрать отсюда записки и отвезти их раз в две недели, раз в три недели. Как кто там летает в Иерусалим, мы с ним отправляем это в стена плача. История появления записок в стене плача имеет древние корни. Более трех веков назад человек, который собирался в путешествие, забивал меж камней гвоздь и рядом нацарапывал заветное желание. После благополучного возвращения он его вытаскивал. Чтобы не портить святыню, раввины призвали верующих писать на бумаге. Миллионы людей ежегодно посещают сакральное место и возносят молитвы. Два раза в год оставленные послания вынимают и захоранивают на Масличной горе. Бобручане, независимо от вероисповедания, могут оставить письма Богу в еврейском дворике. Важно, чтобы записка была написана собственноручно и содержала самое сокровенное. Нельзя только просить чего-то дурного, например, зла другому человеку или большого богатства. А вот о счастье и здоровье можно молить сколько угодно. За два года в Бобруйской стене плача было оставлено свыше 15 тысяч записок с просьбами. Ведь далеко не у всех есть возможность совершить паломничество в землю обетованную. Месяц назад раввин Шауль Хабаба собственноручно отвез в Иерусалим письма с молитвами горожан. Значит, друзья, вы писали, писали, писали очень много письмов в Бобруйской стеноплаче. И мы теперь возьмем эти письма и отнесем в настоящий Иерусалимский храм и помолимся с вами за мир, за добро и благополучие. Спасибо. В июне в еврейском дворике открылся памятный знак «От жизни к жизни», посвященный жертвам Холокоста. Проект воплощен благодаря неравнодушным бобруйчанам со всего мира. Тогда же были заменены и прежние баннеры на стенах старой синагоги. Сейчас завершаются работы со стороны Ченгарской. Автор этих фресок – Ехейль Офнер, израильский художник. И наши бобруйские художницы любезно согласились нарисовать эти картины именно с картин этого израильского художника. И эти картины повествуют, конечно же, о жизни хасидов. На этих картинах увидеть еврейские праздники, еврейские традиции. Мы можем увидеть, как каждый день происходят утренние молитвы. Еще с 19-го столетия Бобруйск считался мощнейшим культурным и общественно-политическим центром белорусских евреев. Не случайно его называли «Городом сорока синагог». В наши дни единственный иудейский храм располагается на социалке. За 200 лет его непростой истории здесь размещался военный склад, ателье и даже мельница. Лишь в конце 20-го века здание вернулось к общине. Двери открыты для всех желающих. Синагога – это греческое слово, на иврите «бнэйкнесет», то есть дом собраний. Здесь можно провести весь день. Здесь молятся, здесь учатся, здесь кушают, если есть такая необходимость. Здесь решают всякие разные вопросы, здесь читают книги. Здесь есть небольшая детская группа, чтобы дети могли провести здесь день. То есть вся еврейская жизнь происходит здесь. Бобруйская еврейская община пользуется поддержкой и уважением в городе. Она живет и развивается. Люди собираются вместе, делят радость праздничных дней и боль потерь. Воспитывают детей и помогают тем, кому тяжело. Впереди огромные планы. Строительство площадки для проведения кулинарных мастер-классов и собственный музей. Проект здания в стиле хай-тек уже есть. Подарил известный израильский архитектор. Сооружение из бетона и стекла органично впишется в дворик на Чингарской. Осталось воплотить его в жизнь. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Золотая корона, аукционный экспонат и критические меры. Французское правительство призывает сограждан сократить потребление энергии. Как? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Коронацию Карла III запланировали на 3 июня в Вестминстерском аббатстве. Церемония будет не столь пышной, как прежние торжества. Король Великобритании восядет на трон, известном как стул Эдуарда, держа в руках скипетр и жезл суверена. На голову ему возложат корону из чистого золота, которое украшено более чем четырьмя стами драгоценными камнями. Ее вес более двух килограммов. Французское правительство представило план, который призывается граждан сократить потребление энергии хотя бы на 10%. Среди мер перевод сотрудников на удаленку, отключение горячей воды в административных зданиях, ограничение максимальной температуры в офисах до 19 градусов. Это позволит пережить зиму, если поставки российского газа прекратятся. В детском центре Таиланда бывший сотрудник полиции убил 38 человек. Мужчина ворвался с ружьем, пистолетом и охотничьим ножом. После поехал к себе домой, расстрелял жену и ребенка, а затем покончил с собой. По данным следствия, преступник мог находиться под воздействием наркотиков. Из-за пристрастия к ним он был уволен с работы. У берегов Греции из-за сильного шторма произошло два крупных кораблекрушения. Более 20 человек погибли, не менее 13 числятся пропавшими. В лодке, которая перевернулась вблизи острова Лесбос, находились женщины из африканских стран. Другая трагедия случилась возле китера. Легкий парусный катер сел на мель. Из воды достали около 80 нелегалов из Ирана, Ирака и Афганистана. В Гонконге редкий розовый бриллиант выставят на продажу за 21 миллион долларов. Его вес более 11 каратов. Это второе повеличение камень без внутренних дефектов из всех, которые появились на аукционах. Накануне его продемонстрировали в Лондоне, Дубае, Сингапуре и Тайбее. К слову, самый дорогой подобный минерал весом почти 60 каратов продали в 2017-м более чем за 71 миллион долларов. Кулинарная книга и буклет безопасности в Беларуси проходит профилактическая акция. Сотрудники МЧС вместе с юными спасателями посещают одиноко проживающих, инвалидов и ветеранов. Всех тех, кто так нуждается в помощи и заботе. Особое внимание противопожарной обстановке на кухне. Взамен пенсионеры с удовольствием делятся секретами готовки. Рецепт от бабушки узнала и наша съемочная группа. Здравствуйте, Ирина Андреевна. Здравствуй, Егор. Сегодня мы с вами приготовим безопасные оладушки. Оладушки – это традиционно белорусское блюдо, которое готовилось испокон веков. В деревне оладушки пекли всегда в русской печи. Но у нас наши условия – электроплита. И мы будем готовить сегодня национальное блюдо. Ну, давайте начнем. Егор, помогай Ирине Андреевне. А я немножко вспомню про правила безопасности вместе с вами. Печь – это очень хорошо. Топили их, наверное, ближе к осени, когда холодало. Ну, а какие правила вы знаете при пользовании печью? Что должно быть обязательно у печи? Чтобы не было трещин, чтобы комин был побелин. Егор, ну, расскажи нам, какие еще правила безопасности при пользовании печи ты знаешь? То, что у печи всегда должны быть притопочные листья, всегда должен быть. То, что не оставлять ее без присмотра. Ну, и просто следить за всем. Совершенно верно. Ну, у нас сегодня непростые гости в студии. У нас Ирина Андреевна, ветеран труда. Ирина Андреевна, где вы работаете? Расскажите нам, пожалуйста. Я работаю в Бобруйском межрайонном онкодиспансерой, медицинской сестрой старшей. Стаж работы у меня уже более 40 лет. Я имею четырех внуков. Рецепт пришел от моей мамы. Моя мама очень вкусно готовила оладьи. У нас семья очень большая. У мамы было 12 детей. Ну, и готовили все, что было подешевле. Жили в деревне. Молоко было свое, сметана своя. Да, муки купили, сахара, и получались оладушки. И все были довольны и сыты. Мои внуки говорят, что бабушкины оладушки самые вкусные. Как только приезжают и говорят, о, бабулечка, мы так и знали, что у тебя сегодня оладьи. Добавляем понемножечку и мешаем. Ванилин мы положили, соль положили, сахар тоже, кефир. Ну, и вот муки еще немножко, чтобы было тесто, как густая сметана. На чем же мы будем жарить наши оладушки? Ну, оладьи жарятся на масле подсолнечном. Ну, на подсолнечном масле это очень хорошо. Но важно помнить правила безопасности при обращении подсолнечным маслом, особенно при жарке. Вы, наверное, знаете, что при перегреве масло оно может восстановляться. Ну, может быть, вы мне еще подскажете правила безопасности вместе с Егором, чем на нашей кухне можно потушить подручными средствами наш пожар условный, если вдруг масло загорелось. Ну, на кухне у нас всегда есть полотенчик, который можно набросить на сковороду. Масло, конечно, нельзя водой потушить. Ну, вот полотенцем... Да, совершенно верно, можно обычным кухонным полотенцем, но спасатель рекомендует его вначале вымочить в воде. В воде полотенцем. Хорошо выжать, чтобы вода не капала и накрыть. Так мы перекрываем доступ к кислороду, и наш пожар ликвидирован. Ну, какие еще у нас есть? Так же можно еще накрыть крышкой, чтобы не дать доступ к кислороду. Совершенно верно, простая крышечка, накрываем нашу сковороду. Чего точно нельзя делать при пожаре? При пожаре нельзя паниковать, это в первую очередь. Во вторую очередь надо быстро позвонить в службу спасения 101, по номеру 101. Ну, а детям младшим также позвонить, и главное позвать родителей, ну, или кого-то из старших. Совершенно верно. Ну, у нас условный пожар – это масло. Пожар небольшой, можно попробовать справиться своими силами. Ну, кроме полотенчика и крышечки, что мы назвали, есть еще сцепучие продукты у нас на кухне. Это макароны или соль. Всем этим можно тушить этот пожар. Очень хорошее огнетушевое средство на кухне – это сода. Мы, наверное, используем в нашей рецепте. Всегда под боком. Сода – это, в принципе, тот же огнетушащий порошок, что и в огнетушителе. Хочется отметить, чтобы готовили вместе с внуками, учили их правилам безопасности, но обязательно под присмотром, чтобы они вышли самостоятельно. Ну, если вдруг вы отвлеклись, заснули, ушли с кухни, отвлеклись от готовки, у нас есть универсальный помощник у спасателей – автономный пожарный извещатель. Крепится абсолютно элементарно на потолок или над дверью. Прикручивается на два самореза. Делать это можете самостоятельно или попросить сильный пол. Например, Егора попросите, он вам прикрутит. В обслуживании также просто. Раз в год достаточно поменять элемент питания, батареечку, называемую крону. В принципе, извещатель любит спасет вас и ваших близких, и вы будете спать спокойно. Спасатели еще также напоминают, что на кухне много горячих предметов, особенно во время готовки. При их контакте дети могут обжечься, получить ожоги. Также на кухне много острых предметов. Бытовая химия. Ирина Андреевна, расскажите, чем эти предметы могут быть опасны для детей? Ну и даже не только нож и вилка опасны, но и стекло. На кухне у каждого банки, поэтому ребенок может и банку разбить, и порезаться. Может и ножом сам самостоятельно режут. Сейчас же дети самостоятельные сами и хлебушек режут. На кухне у многих спасателей, не могу отвечать за всех граждан, есть порошковый огнетушитель. Он есть и у нас в студийной кухне. Порошковый огнетушитель поможет справиться также с любым возгоранием электроприборов. Можно тушить электроприборы под напряжением, не выключая их из розетки. Также легковоспределяющие жидкости, как масло. Ну и, в принципе, любые бытовые вещи. Так что незаменимая вещь, порошковый огнетушитель не требует много ухода, но может пригодиться. Никто не знает, когда с нами может случиться беда. Наши оладушки готовы. Получились очень красивые, румяные. Ирина Андреевна, поделитесь своим секретом и расскажите, чем еще можно украсить и добавить вкуса нашим оладушкам. Оладушки, да, получились аппетитные, но каждый любит кушать оладьи по-своему. Кто-то с вареньем, кто-то со сметаной, а кто просто так сухой блинчик скушать. Поэтому мы одни оладьи сейчас сделаем с вареньем, а вторые со сметаной. Егор, а поделись, чем тебе больше нравится кушать оладушки? Мне нравится со сгущенкой. Со сгущенкой, но сгущенки, к сожалению, у нас нет. Будет полезная сметана и полезное малиновое варенье. Спасибо вам, Ирина Андреевна. Спасибо тебе, Егор, что пришли на нашу передачу, поделились своими советами. Спасибо вам, что вы пригласили нас. И приятного всем аппетита. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Карина Гуревич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова